Наш корабль плывет по дорогам Аленцова Два груза, нож почему-то сильнее Сейчас опустят задний Смотрите, вот он ГИС, вот он берет дуб через четыр, а вот написано Славкин, берем, открываем Смотрим картинку и вот он стоит со своим кораблем Славкин, вот он Слава, вот его корабль Ну и под домик, в них в кадр не попал Оградочки вот эти, чтобы собаки написали сосны А это тоже он, да, построил? Да, его все руками сделано А, ну чтобы молодое дерево, ничего Да, да, собака Ну он привез уже, наверное, лет пять, наверное Ну он такой небольшой, да, да, да Их тут много было, некоторые зачахли, ну собаки бегают же И чтобы такого не происходило, вот он придумал Так я говорю, а где там мы пойдем вокруг пруда, увидите там стоят ограды Потом есть соседи у нас, которые тоже в нашем активе, как бы они привозили Ну у кого есть с финансами получше там туи, всякие сосны Ну со Славой сразу это еще высаживали, я там тоже покажу, где там стоят Вот, ну и соответственно вот говорю, вот так теперь вот он смотрит за своими соснами Как они растут, это все, говорю, его руками А жил, вот он, третий этаж, вот его квартира Ну я вообще с ним познакомился в 2018 году, когда сюда переехал Вот он уже здесь жил, уже он активно тут позицию занимал, в активе Всегда он тут собирал, когда субботник мы проводили, он тут, ну он двигатель был этого двора То есть соседи там, например, все убрались, там пошли туда на пятачок, пожарили шашлыки, там все праздновали субботник Там ходил, вот постоянно слова у него самого, этот Амстафф И он за собачниками очень прям, каждому обязательно, он мимо никогда не проходил, там видел без пакетика Амстафф, американский Стаффорд Такая бойцова достаточно такая серьезная, она, Герда, воспитанная у него крайняя И он всегда мимо собачников идет, не дай бог там увидит, что ты покакала, собакой не убрали там за ней Он, блин, всегда делал замечания, и нам всегда писал в чате, делайте замечания, если на вас кто-то ругается, я выйду, я вам помогу, не стесняйтесь Он такой, говорю, всегда, в любое время дня и ночи ему можно было позвонить, и он, говорю, выбегал, выходил, вот сейчас, Серега, две минуты, идем выскакивать в сон, что, где, вот такой весь, берем, двигатель был Потом, придумали же они вот домики для уток сделать, был же вот пруд у нас, ну пруд и пруд, он как-то называется, как он правильно называется, исторические пруды, их тут несколько было, что ли Каскад каких-то прудов здесь был Вот один этот остался, это все было в таком запущении, вот, и Слава, зимой началось с того, что они зимой начали чистить для детей там котов, когда он замерзал, ну, они его чистили, тут тоже Илья, ну, тут такой актив есть, человек, наверное, 5-6 таких активных Слава всегда, естественно, возглавлял Потом он говорит, давайте, говорит, летом для уток придумаем эти, домики сделаем, мы сделали домик и корабль И каждый, соответственно, каждую весну мы их вытаскиваем, они у нас хранятся в паркинге внизу, в сухом С разрешения ТСН спросили, они разрешили Мы их затаскивали осенью на зиму, а весной вытаскивали Ну, это такой достаточно трудоемкий процесс, то есть надо, ну, оно, ну, выше моего роста, по глубине Вот, все притащить туда, вытащить там, чтобы организовать якоря, чтобы их не тягало, то есть Потом это все снять, сохранить, как бы, а снимаем, когда уже холодно, то есть, ну, как бы, это тяжело проходит И всегда Слава всегда, он за этим следил там Однажды, когда мы с ним в ковид заболели, он заболел первый, пришел ко мне в гости, мы там посидели с женами На утро звонить, Серега, мне плохо, блин, а что такое? По-моему, ковид И мы, короче, у меня подтвердился ковид, короче, они нас заразили, мы вдвоем переболели с ним И как раз было, и они замерзли, домик замерз, кораблик замерз, уже схватился лед И мы, а мы болеем, нам плоховато, блин, мы даже больные выскочили, тут ребята тоже нам помогли Вытащили, успели домик вот этот синий, который я покажу сейчас, синий, успели спасти И то мы его, говорю, вдвоем, там, ну, не литературное слово применю, но, как бы, это, усираясь, там, вытягивали Он, там, наверное, килограмм сто пятьдесят или двести льда уже на нем намерзли Кое-как тут дворника соима попросили, он топором его вырубил Он, видите, сделан, как, типа, золотая цепь, там, на дыбе, там, это же дуб Ну, да, там, да, пойдемте, там, ближе подойдем Вот это тоже его род дело Вот такие, говорю, милые, вроде, простые, но такие милые, как сердце, вот такие вещи Все это, все это любовью наполнило, его вот, вот, энтузиазмом, вот этим его движением Вот он такой весь, как бы он был, такой вот, он и есть Наши дома, эти многие квартиры, взяли нехорошие люди Начали они, короче, вроде как выставлять по квартиркам И мы здесь собрали, Слава, ну, собираемся, Слава, что делать, давай, говорит, сейчас организуем дежурство Через час там мобилизовали, наверное, человек восемнадцать нас вышло Слава распределил всех по ночам То есть по два человека в каждый подъезд Четыре подъезда распределились, составили график И все, и со Славой, ну, как дежурный ходил Еще плюс по всем, мы ходили по всем всем квартирам, смотрели на предмет маячков То есть где эти маячки заложены, они же втыкают маячок внизу этот И ходят, наблюдают незаметно Если маячок не отпал, значит, никого дома нету, можно смело квартиру выставлять А это было где-то под новогодние праздники или на новогодние праздники То есть гарантированно людей не будет еще там до 8 января То есть можно не спеша смело по одной квартирке выставлять И мы с ним, короче, блин, давай Дня четыре, наверное, с ночи четыре мы продежурили Все, естественно, перезнакомились, тут еще плотнее соседи И на одну ночь вычислили во втором подъезде, двадцать восьмого дома Воры увидели их, побежали за ними Естественно, я Славе позвонил, прискакал через две минуты Давай их догонять, полицию вызвали Но в итоге мы их, естественно, не догнали, блин Полиция приехала, все тут сняла, все следователи Посмотрели умный город, эта система, она была ровно до северной Они как перебежали с севера, ну, то есть в Адзенбурге исчезли все и пропали Я так понимаю, что они потом сели в самолет и улетели Ну, может, последний день они были, ну, вот эти вот Ближние, зарубежные гастролеры Потому что все, так и не нашли, шесть квартир воровали в итоге Но мы их отпугнули, и, естественно, кражи перекратились И все, и мы всегда под Новый год, я в чате, всегда соседям пишу теперь Слава писал, теперь Слава им не стала Я подхватил эту идею, мы пишем всегда Не проходите никогда мимо Обязательно у соседей посмотрите Пройдите по этажу хотя бы, каждый по-своему посмотрите Вот эти, да, помогите своим соседям Даже если они выставлены, снимите и сразу нам напишите Можно было Славе смело написать на телефон И он бы тут, естественно, все мобилизовал Потом Слава ушел Слава ушел Началась же мобилизация Он, имея боевой опыт, пошел сам добровольцем Где-то там в Сокольниках тренировал ребят мобилизованных Потому что, ну, боевого опыта не было ни у кого Он все это знал, там, как правильно фугас поставить Как там его обезвредить Ну, такие вот, ну, 45-я бригада спецназа ВДВ Это его жизнь И они его, они, он мне вот рассказывал Серега, они, говорит, стоят на меня, смотрят Как вот, когда вот птичка прилетает Когда гнездо кормят эти, желторосики И они, говорит, на меня так смотрят И я обучил всему, что мог им вложил в голову И они, типа, настало время уезжать И они, Вячеслав Станиславович, ну вы, как вот мы без вас Вы единственный офицер, кто, ну, пусть там, запасы Который понимает в этом, блин Он говорит, я, говорит, не смог мимо против Он пошел к военному комиссару А его по здоровью не брали Он, ну, один глаз он не видит После вот, на фугасе, когда подорвался Один минус восемь, по-моему Вот, и его, прямо, еще не брали категорически И он, ну, не знаю, как там, уговорил комиссару Чтобы его взяли Не знаю, ну, его не добровольцы взяли Он пошел с этим мобилизованием С заместителем командира полка И их сразу под Херсон отправили И он там развернулся уже на полную Там, класс боевой подготовки Там, стрельбы, там, все Их давать, вот эти диверсанты Эти полезли через Днепр под Херсоном Он там, блин, сколько он солдат спас Сколько, говорю, ну, в боестолкновение Когда вступали, вот, уже ребята рассказывали То есть, он прям, кто там ранен Даже на минном поле, говорит Прям бежал, вытягивал оттуда Вообще, для себя не жалил ни с полка Ну, и, соответственно, когда-то враг наблюдает У них же командира полка замов в УАЗике Естественно, он смотрит на отдельном контроле Слава там поехал, повез артиллерийский полк Целью указания, ну, поехал Задачу командира выполнять полк Его, видно, отследили, потому что они ехали С выполнения задания всем полком Я говорю, может он за своей смертью Спас весь этот полк, потому что Гаубица, это, короче, начало работать По его УАЗику То есть, он в лес зашмигнул И она за ним, потому что Ребята с артиллерийского полка, говорили Мы видели, как УАЗик идет И прям за ним снаряды влажат и влажатся И, в итоге, ну, они выскапят на опушку Разворачиваются, заскапят обратно И снаряд прилетает прям со стороны Славика Единственное, что он успел На водителя набросится И все, короче, на него То есть, у водителя контузия Все, он через два дня живет в строю На Слава сразу, на Слава Вот даже на похороны были поминки Вот сейчас год его смерти был Вот все люди, как под копирку стоят Встают, тост, так сказать Плачут до слез И любой тост заканчивается Обязательно какой-нибудь Историей такой, что Все так все за животы держатся Вот, говорю, вот Человек просто вот Мегапозитивный Вот он Вот такой вот, говорю Весь во всем Мегапозитивный Мегапозитивный